За свою недолгую карьеру уроженец Рязанской области Юрий Быков снял три полнометражных фильма. Совсем недавно, в декабре 2014 года, вышла картина Быкова с лаконичным названием «Дурак». За несколько месяцев картина стала одной из самых обсуждаемых в интернет-среде и завоевала признание на Кинотавре, французском кинофестивале «Дез Арк» и премии «Ника». В моем понимании есть две основополагающие вещи. Во-первых, надо запечатлеть время. Все-таки кино – это способ запечатлеть время, как книга, как музыка. Но книга все-таки сейчас не очень популярный вид искусства. А вот мои дети, ваши дети через 10, 15, 20 лет спросят, как мы жили в это время. Чтобы узнать, как мы жили, какими чувствами, мыслями, какими проблемами, какой-то документ времени нужно будет предъявить. Это раз. Второе – одно дело знать, что все непросто и все не так, как надо. А другое дело – все вместе, вот как сейчас в зале, сесть, да, увидеть все вместе и почувствовать дыхание соседа. В Толстовке и Кедах известный режиссер оказывался простым рязанским парнем, который с удовольствием ответил на вопросы и журналистов, и собравшихся зрителей. Я бы на своей малой родине просто дал людям работу, дал возможность зарабатывать кусок хлеба. Как это сделать? Ну, наверное, есть профессиональные люди, которые, как сказать, должны это придумывать. Но я абсолютно убежден, что это путь в никуда, если, как сказать, сейчас из Гресса получится город-приз. Мне бы этого не хотелось. Просмотр фильма «Дурак» закончился беседой с автором. А такая возможность, согласитесь, выпадает не каждый раз. Продолжение следует...